Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой, а он мятежный просит бури, как будто в бурях есть покой. Пал окриветанной молбой. Синцов грузить и жаждой мести поитку в гордую голову не выясла душа поэта позор и мелочных обид. Восстал он против мнений света, один, как прежде, и убит. Убит. К чему теперь ожидания? Пустых похвал ненужный хор и жалкие лепят оправдания. Судьбы свершился приговором. Не вы сперва так злобно знали его свободный смелый дар, и для потехи раздували чуть затаившийся пожар. Что ж, веселитесь, он мучений последних вывести не мог. Угас, как светоч, дивный гений, уял торжественный венок. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Ведь были же схватки боевые, да говорят, еще какие. Недаром помнит вся Россия про день Бородина. Да, были люди в наше время, не то, что в нынешнее племя. Богатыри не вы, плохая им досталась доля. Не многие вернулись с поля, не будь на то Господня воля, не отдали Москвы. Ночевала тучка золотая на груди утеса великана. Утром в путь она умчалась рано, по лазуре весело играет. Но остался влажный след в морщине старого утеса. Одиноко он стоит, задумался глубоко, и тихонько плачет он в пустыне. Ты помнишь, в детские года слезы не знал я никогда, но тут я плакал без стыда. Кто видеть мог? Лишь темный лес, да месяц плывший средь небес. Озреная его лучом, покрытым ухом и песком, непроницаемой стеной окружена, передо мной была поляна. Вдруг по ней мелькнула тень, и двух огней промчались искры, и потом какой-то зверь одним прыжком исчащий выскочил и лег, играя навзначный песок. То был в пустыне вечный гость, могучий барс, сырую кость он грыз и весело визжал, то взор кровавый устремлял, мотая ласково хвостом на полный месяц, и на нем шерсть отливалась серебром. Я ждал, схватив рогатый сук. Минуты битвы, сердце вдруг зажглось и жажду борьбы и крови, да, рука судьбы вела меня иным путем, но нынче я уверен в том, что быть бы мог в краю отцов не из последних удальцов. Я ждал. И вот в тени ночной врага почуял он, и вой протяжный, жалобный, как стон, раздался вдруг. И начал он сердито лапой рыть песок, встал на дыбы, потом прилег, и первый бешеный скачок нестрашной смертью грозил, но я его предупредил. Удар мой верен был и спор, надежный сук мой, как топор, широкий лоб его рассек, он застонал, как человек, и опрокинулся. Но вровь, хотя вела из рана кровь густой широкой волной, бой закипел, смертельный бой. Ко мне он кинулся на грудь, но в горло я успел воткнуть и там два раза повернуть мое оружие. Он забыл, рванулся из последних сил, и мы, сплетясь, как пара змей, обнявшись крепче двух друзей, упали разом. И во мгле бой продолжался на земле. И я был страшен в этот миг, как барс пустынный, зол и дик. Я пламенел, визжал, как он, как будто сам я был рожден в семерстве барсов и волков под свежим пологов лесов. Казалось, что слова людей забыл я, и в груди моей родился тот ужасный крик, как будто с детства мой язык к новому звуку не привык. Но враг мой стал изнемогать, метаться, медленнее дышать. Сдавил меня в последний раз, за очки его недвижных глаз блеснули грозно, и потом закрылись тихо вечным сном. Но с торжествующим врагом он встретил смерть лицом к лицу, как в битве следует бойцу. Продолжение следует...